При поддержке сайта testgame.ru. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! С вами Ash King. На этот раз у нас будет немного необычный выпуск в плане подачи информации. В этом ролике мы очень подробно обсудим причины таинственного исчезновения двемеров в 700 году первой эры. Разберем все существующие теории касательно этого вопроса и постараемся выяснить, какая же из них наиболее правдива. Сразу опишу в двух словах теорию, которой придерживаюсь лично я и которую я буду объяснять в этом видео. Двемеры – это орки, а точнее они превратились в орков после событий битвы на Красной Горе. Если еще точнее, то все двемеры Моровинда, которые принимали участие в этой битве, действительно исчезли, как многие из вас знают, а куда они исчезли вы узнаете из этого ролика. А двемеры клана Руркин, которые обитали в Хаммерфелле и Скайриме, превратились в орков. Сразу уточню, что это неофициальная теория. В том плане, что вот так прямо в лоб в играх серии никто не скажет вам, что двемеры – это орки. Но, тем не менее, очень много внутриигровых книг, описывающих события тех дней, явно намекают игроку на то, что двемеры очень тесно связаны с орками. И если по крупицам соединить факты из нескольких книг, некоторые из которых порой даже могут противоречить друг другу, мы можем получить полноценную теорию об одном из вариантов исхода двемеров с Нирна. Перед просмотром этого видео рекомендую тем, кто еще не смотрел, глянуть мой ролик про явление прорыва дракона. Что это такое, что оно из себя представляет. Это позволит вам лучше понимать то, о чем я сейчас буду рассказывать. Да, и сразу попрошу моих зрителей, если вдруг у вас есть какие-то вопросы именно по данной теме, может быть вы с чем-то не согласны, то рекомендую все-таки сначала досмотреть этот ролик до конца, а потом уже писать комментарий. Потому что вдруг вы решите написать о том, чего я и так коснусь и объясню. И чтобы потом каждому в комментариях не писать, на какой минуте ролика я об этом говорил, лучше досмотрите внимательно до конца. Если вы досмотрели и у вас все равно возникли вопросы, хотите что-то уточнить, то тут, пожалуйста, пишите комментарии, я отвечу. Для начала расскажу небольшую предысторию битвы у Красной Горы. В 417 году первой эры король кимеров Неравар и король двемеров Думак решили изгнать из Моровинда Нордовская Рима, которые начали оккупировать эти земли еще с 240 года, расширяя свои владения. Эти двое лидеров создали союз между двумя эльфийскими народами, названный Первым Советом. Вскоре норды были изгнаны из Вилоти, а кимеры и двемеры образовали новое объединенное королевство под названием Рездайн. Но мир между двемерами и кимерами не мог длиться вечно. И спустя почти три столетия до Неравара дошли вести о том, что двемеры совершают нечто богохульное, а именно строят медного бога, используя сердце Лорхана, в насмешку над Даэдра, которым поклонялись кимеры. По крайней мере, они так посчитали. Когда Неравар окончательно выяснил, что слухи эти правдивы, и строительство медного бога Нумидиума нужно остановить во имя спасения не только Рездайна, но и всего остального мира, между кимерами и двемерами разгорелась война, вошедшая в историю как война Первого Совета. Происходила она примерно в 700 году Первой Эры, а по некоторым другим данным в 668 году. Согласно многим источникам, двемеры заручились поддержкой нордов и орков, но кимерам, хоть и числом больших потерь, удалось взять верх в этой войне, и в итоге произошла решающая схватка вблизи главной двемерской твердыни, расположенной в сердце Красной Горы, на острове Варденфелл. И теперь, мои дорогие зрители, я начну объяснять вам теорию и приводить факты из различных источников, по большей своей части относящихся к битве на Красной Горе, которые намекают на связь двемеров с орками. И первый факт, с которого я думаю стоит начать, написан в книге «Пять песен о короле Вулфхарте». Читаем. Они убили Сыновская Рима, но перед этим король Вулфхард уничтожил короля Думалаката Гнома Орка и проклял его народ. Как вы видите, здесь короля двемеров Думака по какой-то причине называют Думалакатом, да еще и Гномом Орком. Малакат, как вы знаете, это принц Даэдра, а его народ это орки. Сама эта книга описывает жизнь великого короля нордов Довакина Вулфхарта, Аватара Шора и обладателя множества других титулов. По версии нордов Вулфхард участвовал в битве у Красной Горы, а конкретно эта строчка описывает его поединок с королем двемеров Думаком. Как вы знаете, тогда на Красной Горе произошел прорыв дракона, из-за чего создалось множество реальностей, наложенных друг на друга. Так, например, в других реальностях Вулфхард вообще не участвовал в битве, с Думаком бился Неревар, либо Дагатур, ну и так далее. Также обратите внимание на фразу «проклял его народ». К ней мы еще вернемся. Окей, возвращаемся к теме орков. Открываем другую книгу под названием «Сказ о Дрозире». Это уже предание каджитов, которые, как отсюда выясняется, также принимали некое участие в битве у Красной Горы, и по их версии Вулфхард тоже сражался на поле боя. Читаем строчку. Когда Ра Вулфхард вернулся, чтобы вонзить свои когти в сердце Красной Горы, он призвал на помощь своих воинов. Лишь Дрозир остался из роджитов, кто не забыл, кто он такой, и лишь он откликнулся на призыв. Но эти, непечатное слово, барды нордов не поют о том, как дошел Дрозир с пепельным королем до самой Красной Горы, дабы ударить в сердце Данмеров. Не говорят они о том, как Дрозир запрыгнул на думалаката гнома-орка, когда тот приставил клинок к горлу пепельного короля, чтобы не дать ему вымолвить ни звука. И опять Думака называют думалакатом. Причем, судя по тексту, каджиты не питают особо теплых чувств к нордам, и им нет никакого резона беспочвенно подтверждать большинство моментов в версии нордов о тех событиях. Здесь, как мы видим, Вулфхорд все так же сражается с думаком, правда теперь описывается, что гном-орк одерживал над ним верх, приставив к горлу клинок, не давая Исмиру кричать туумы. Двигаемся дальше. Книга Неревар у Красной Горы Два героя, один из кимеров и другой из двемеров, Индарил Неревар и думак-гном-орк, заключили мир между своими народами и вместе выбили чужаков. Здесь имя думака не изменено, однако его вновь называют гномом-орком. Весьма странно, вы не находите? Кстати, да, довольно часто двемеров называют гномами, но на самом деле, для тех, кто не знает, гномами, то есть низкорослыми, они не были. Двемеры, как и кимеры, были эльфами. Название их расы переводится «глубинные эльфы». Гномами их стали называть жители империи уже спустя сотни лет после их исчезновения. Однако не ясно, что именно послужило причиной этой исторической ошибки. Но известно, что двемеры были обычного роста, не ниже тех же данмеров. Босмеры, к примеру, намного ниже. И если кого и надо было называть гномами, так это скорее их. Возвращаемся к пяти песням о короле Вулфхарте. Во второй песне под названием «Сын Кин» есть строчка. Вторая песнь о короле Вулфхарте прославляет его подвиги в глазах древних богов. Он сражается с восточными орками и криком отправляет их короля в ад. Итак, что же мы здесь имеем? Вулфхард был королем Скайрима, соответственно, восточнее него находился только Моровинд. Но в те времена, то есть в начале первой эры, ни о каких орках на территории Моровинда данных нет. О таких кланах нигде не упоминается, не говоря уже о том, чтобы у них был там свой король. Теперь вместо слова «орки» подставьте «двемеры» и подумайте об этом. Помните сказ о Дрозире? Не та ли самая битва была описана там? Может, речь идет о короле восточных двемеров Думалакате, гноме-орке? В этом случае части света имеют под собой логику, поскольку к тому моменту уже существовал отколовшийся от моровинских двемеров клан Руркин, обосновавшийся в Скайриме и в Хаммерфелле, то есть на западе. Читаем еще одну из песен о короле Вулфхарте. В ней рассказывается о противостоянии Вулфхарта с Оркеем, так норды называли Малаката. Про самого Оркея я уже рассказывал в одном из своих роликов. Если кто его не смотрел, можете перейти по ссылке на экране. В этой битве Оркей призвал призрак Алдуина. Читаем, что произошло дальше. Вулфхард воззвал к Шору, мертвому вождю богов. И дух Шора сразился с пожирателем времени в мире духов, как когда-то в самом начале времен, и победил. Народ Оркея, Орки, был уничтожен. Заметьте, что в третьей песне нет ни слова о самих Орках, участвовавших в кознях Оркея. Зато мы видим связь между его поражением и последовавшим за ним исчезновением Орков. А теперь давайте проведем параллель с другими строчками, которые мы разбирали ранее. Они убили сынов Скайрима, Но перед этим король Вулфхард уничтожил короля Думалаката Гнома Орка и проклял его народ. Мы помним, что Оркей это Малакат. И здесь опять видна взаимосвязь между убийством Думалаката, то есть Думака, с последующим проклятием его народа. Проклятие в данном случае нужно рассматривать не иначе, как исчезновение Двемеров, под которым многие подразумевают уничтожение расы в том или ином виде. Он сражается с восточными орками и криком отправляет их короля в ад. И третий факт, после которого уже невозможно отрицать, что три песни на самом деле пытаются донести до нас одно и то же. Если, как мы предполагаем, Вулфхард на самом деле сражался против Двемеров, а не против орков, то их короля Думака он и отправил в ад. Под адом имеется в виду Обливион. А то, что Вулфхард мог убить гномьего короля именно криком, описано в сказе о Дрозире. Итак, надеюсь, вы запомнили все, что мы разобрали. Потому как сейчас я кратко пробегусь по трем распространенным теориям, куда могли исчезнуть Двемеры, и после этого уже непосредственно начну объяснять, какая же у них связь с орками. Для начала, к моменту битвы на Красной Горе, все Двемеры Моровинда, то есть которыми правил Думак, уже какое-то время являлись бессмертными, чего они добились, связав себя с сердцем Лорхана, и их души стали золотыми. Первая теория заключается в том, что Азура вмешалась в битву и уничтожила весь народ Двемеров за их нечестивые ритуалы и эксперименты. Эта версия самая маловероятная, что признают почти все историки. Вторая теория. Во время битвы, когда Неревар и Думак валялись, истекая кровью от нанесенных друг другу ранений, королю Кимеров явилась Азура и подсказала, как отделить Двемеров от сердца Лорхана. Следуя ее наставлениям, Неревар оборвал эту связь, и в тот момент все Двемеры разом исчезли, оставив после себя лишь кучки пепла. У этой теории есть большой недостаток. Она не объясняет, по какой причине пропали вообще все Двемеры, живущие даже за пределом Рездайна, например, клан Руркин, которые никак не были связаны с Моровинскими собратьями и с сердцем Лорхана. Третья теория. Во время битвы, верховный жрец Двемеров Кагринак использовал свои инструменты на сердце, после чего все Двемеры разом исчезли, как с поля боя, так и со всего Нирна. Обычно предполагают, что либо он допустил какую-то ошибку и тем самым стер всю свою расу из бытия, либо наоборот, переместил весь свой народ в другое измерение, где они обитают и поныне. Но здесь тоже остается неясно, почему Двемеры клана Руркин тоже исчезли, если они были никак не связаны. И, наконец, настало время моей теории. В общем, Думака не зря называют Думалакатом. Когда Кагринак использовал инструменты на сердце Лорхана, все телесные оболочки Двемеров Моровинда исчезли, а все их золотые души объединились в тело их поверженного лидера Думака, создав тем самым нового лорда Даэдра Малаката. Остальные же Двемеры, то есть клан Руркин, обитавший как минимум в Хаммерфелле и Скайриме, в тот момент преобразились в орков. Это произошло по тому же принципу, как немногим позже Вивик, Сотосил и Альмалексия, используя все те же инструменты Кагринака и сердце Лорхана, преобразили себя в божественный трибунал. А вся раса Кимеров, никак с ними не связанная, в тот же момент превратилась в Данмеров, их кожа из золотой превратилась в пепельную, а глаза стали красными. И вовсе не Азура была к этому причастна, что теперь вы должны понимать. Начинаем доказывать, что Малакат это преобразившийся думак. Как многим известно, по легендам Малакат это бывший бог-герой Альдмиров Тринимак, который распространял среди Кимеров пропаганду против Лорхана, за что был съеден Даэдра Баэтией. Затем Тринимак уже в виде фекалий вышел из Баэтии, став Малакатом и обретя облик Орка. В тот же момент и все последователи Тринимака стали Орками. Как вы уже поняли, Орки тоже когда-то были Эльфами, а их настоящее название, Арсимеры, переводится как Отверженные Эльфы. Но эта легенда, несомненно, является одной большой метафорой, ибо понимать все это буквально просто смешно. Теперь снова обратимся к нашей горячо любимой книге и прочитаем, что же говорил сам Лорхан о Нереваре. Этот Неревар – сын Баэтии, одного из сильнейших подомаиков. Вспоминаем, что во многих версиях, реальностях, если хотите, именно Неревар сражался с Думаком и сразил его. Получается, что легенда о поглощении Баэтии Тринемака есть не что иное, как метафорическая аллюзия на победу Неревара, сына Баэтии, над Думаком, ставшим после этого Думалакатом, гномом-орком. Что действительно интересно, так это то, что только в этой книге упоминается о родстве Неревара с Баэтией. И сделано это могло быть исключительно для того, чтобы в итоге мы могли сложить весь пазл из отдельных фактов в одну большую теорию, о которой я сейчас и рассказываю. Многие игроки знают Неревара только по связи с Азурой, которая помогала ему при жизни, а затем и его воплощению в третьей части серии. Но, видимо, никакого родства у них не было. Более того, в тех же песнях бессмертным сыном Азуры называют Аландра Сула, щитоносца Неревара. Открываем книгу об истинной природе орков. В конце нее говорится о том, что битвы Оркея, то есть Малаката, с Исмиром вошли в легенды. Исмир – это Вулфхард, а мы помним, с кем, согласно песням, он сражался. Правильно, с Думаком, Гномом, Орком. Те, кто играл в Обливион и Скайрим, наверняка помнят, что статуя Малаката за выполнение своего квеста в обоих частях серии выдает молот Валендранг. Известно, что этот молот был выкован двемирами клана Руркин, а мы сошлись на том, что орки – это бывшие двемиры клана Руркин. Подумайте, ведь наверняка это непростое совпадение, учитывая все остальные факты, что Малакат владеет двемирским молотом. К тому же, царство Малаката называется Пепельная Яма и состоит из пепла и дыма, что очень напоминает Красную Гору. Теперь давайте разберем две теории об орках внутри самой теории. Первое. Мы можем предполагать, что до битвы на Красной Горе орков не существовало совсем, а мифы об их появлении в конце Эры Рассвета – это лишь выдумки либо неверное толкование историков и писателей уже после исчезновения двемеров. Но существует довольно много данных, указывающих на то, что орки все же существовали до той битвы. Благодаря прорыву дракона, произошедшему на Красной Горе, тех других орков действительно могло каким-то образом полностью стереть из истории, а вместо них появились преобразившиеся двемеры. Но мне нравится больше другая теория. Орки действительно существовали до битвы при Красной Горе наряду с двемерами. Но когда Кагринак использовал инструменты на сердце, двемеры клана Руркин превратились в новых орков. Почему именно орков, спросите вы? Возможно, что Думак был полукровкой, и один из его родителей был двемером, а другой орком. Затем, потерпев поражение от Нерывара сына Баэтии, он тем самым, возможно, неосознанно совершил покров Тренемака из легенд Эры Рассвета и тем самым стал Малакатом. Соответственно, и его народ, двемеры, преобразились в орков, как когда-то преобразился народ самого Тренемака. Многие из версий, которые я здесь приводил, будь то выдержки из книг или же мои собственные мысли, часто в чем-то совпадают, а в чем-то противоречат друг другу. Но касаясь сегодняшней темы, это нормально, поскольку, напоминаю, в битве на Красной Горе произошел прорыв дракона, который породил множество разных реальностей, переписавших истории прошлого и настоящего, в каждой из них по-разному, а затем объединивший их всех в одну. Из-за этого мы имеем то, что имеем. Возможно, после того, как оставшиеся в Нирне двемеры клана Руркин превратились в орков, они стали подвергаться со стороны всех остальных рас таким же гонениям, как и другие орки до них, которые заслужили у цивилизованного общества репутацию звероподобных жестоких варваров, терроризировавших залив Илиак с самого начала первой эры. В итоге их оплот Арсиниум не раз разрушали объединенные силы ридгардов и бретонцев. Может быть, не имея другого выбора в связи с их изменившейся природой, бывшие двемеры были вынуждены присоединиться к кланам настоящих орков, и со временем они смешались с ними, а их родства с двемерами через несколько поколений уже не помнили и сами руркинские орки. Выпуск получился чересчур большим, но не рассказать об этой теории в связи с двемерами я не мог. Позже я выпущу еще один ролик, который будет посвящен исключительно расе двемеров, их культуре, обществе и тому подобное. С вами был Эш Кинг, увидимся в следующем выпуске.